Как обычно, в Тараси заходят, несут скамейку с Иваном. У нас сегодня 3 декабря 2017 года собрание. Как вы, как вы, как вы, как вы. Как вы, как вы. Как вы, как вы, как вы, как вы, как вы. Как вы, как вы, как вы. Продолжение следует... 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 Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как ты сам... Продолжение следует... 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 что когда богач так гордо помышлял в себе, тогда Бог сказал ему, ибо это подразумевает притча. Бог называет богача безумным, потому что он в душе своей полагал советы самые безумные, как мы показали. Ибо всякий человек безумен и суетен, как и Давид говорит. Суетится человек, и причина этому та, что собирает и не знает, кому достанется то. Псалом 38.7 Ибо как не безумен тот, кто не знает, что мера жизни в руках одного бога, и что никто сам себе не может определить жизнь. Псалом 39.7 Ибо он тело имеет, как бы, легкую тяжесть. Но грешник, оплотенив душу, сделав ее телом и землей, чрезвычайно затрудняет отделение оной. Поэтому и говорится, что душу возьмут у него, как бы, у какого упорного должника, преданного в руки жестоких сборщиков. Не сказал Господь, я возьму душу у тебя, но возьмут, ибо души праведных в руке Божией. Премудрость 3.1 И поистине от такового ночью возьму душу, ибо он не имеет озаряющего света богопознания, но находится в ночи богатстволюбия, и омраченный ей захватывается смертью. Так, кто собирает сокровища для себя, тот по справедливости называется безумным и не успевает повести в исполнение свои намерения. Но самое время составление планов решительно исторгается из среды живых. Но если бы он собирал для бедных и для Бога, с ним не было бы так поступлено. Поэтому будем стараться богатеть в Бога, то есть на Него уповать, Его считать нашим богатством и хранилищем богатства. Не будем говорить «блага мои», но «благо Божье». Если же благо Божье, то не будем отчуждать Бога от Его благ. Богатеть в Бога значит веровать, что если я и все свое отдам и истощу, то и тогда ни в чем необходимым у меня не будет недостатка. Ибо сокровищница моих благ есть Бог, я отворяю и беру, что нужно. Не за многие годы, а на многие годы надо будет прочитать. И не скраденное, а скаредное. Нету такого скраденного. Что такое скраденное? Надо вспомнить еще слова апостола Павла, который говорит нам в одном из своих посланий о том, что «вы не свои, мы не сами себе должны принадлежать, мы Божие, мы творения и суть Божия, во-первых, сотворены по образу и подобию Божию, и поэтому не свои мы. Душа наша должна принадлежать изначально Богу вместе с плотием. Поэтому и богатеть-то, как бы, только богатеть в Бога можно. А иначе все богатства наши, они не лишены смысла. Но если мы только эти богатства обстребим на доброе, опять же, для спасения своей души, тогда это во благо. А болящих? Татьяна Кузьминична уехала, но я думаю, что мы и без нее разберемся, кто у нас болящий. Все присмотрены? Валентина Ильинична присмотрена наверняка, мы знаем об этом. Как там наша дорогая сестра Надежда, брат, расскажи нам? Давно не видели. Чего? Дорогая наша сестра Надежда, как? Ну, дорожая, бесценная, и прочая. Нормальная. Нормальная? Как бы живая. Карпу живая? Нет, живая, интересно. Ну, и духовно. Ну, вот, через неделю, возможно, к врачу надо идти, скорее всего. Потому что что-то там, я не хирург, но понимаю, что если так долго не заживает, то что-то значит там не то. Ну, и там правильно, неправильно, там по-другому не может быть, потому что это место такое, как шаровая опора у машины. Она там жестко сидит, но что-то там каля-маля. Короче, не попадает куда-то что-то. Ну, а так ничего, нормально. Ну, самое главное, не в панике. Я говорю, ну ничего, будешь на одном крыле летать, делов-то, что? Ну, ты будешь вторым крылом ее. Кутки же летают, конечно. Да, так и мы будем. Ну, а так нормально. Спасибо, Христос. За молитву спаси Христос. Просим продолжить молитву. Конечно. Помоги, Господи, чтобы уныния не было у нее. Лиза, слава Богу, это главное, что нет уныния. Елизавета Устинова болеет, находится в инфекционном отделении 5-й горбольницы. Туда, естественно, не пропускают, но молитва пройдет везде. Поэтому молитесь. Третья палата. Передачи можно перезать. Третья палата. На фоке РТП. 5-я больница. Горбольница. РТП. На фоке в Краевой старой. РТП. Островирусная инфекция. Надежда Васильевна вчера была. Кто? Надежда Васильевна болеет. Надежда Васильевна болеет, так что молитесь. Ну и молитесь, чтобы там у этой Иоанны возникли затруднения, которые нужно разрешить по поводу получения вида на жительство. Так что помолитесь, чтобы все это прошло благополучно. Она была здесь. Некоторые вопросы разрешили. Они же плохие. Так, еще у кого? О ком мы не вспомнили? Тяжелая жизнь. Ну, там есть вопросы, которые нужно бы решить. Вот мне прозвучал вопрос про ручку своего ручки на звоник и говорит 7-го числа декабря и получать документы. Помогите, чтобы все прошло благополучно. Понятно. Вот, кстати, Валентине. Вот, прозвучало? Хорошо. Я попросила молиться об этом. Да, я законю. Так, ну, естественно, еще раз напоминаю, братья и сестры, о братьях Сергея из Воронежа, которого, ну, несите на крыльях молитвы, чтобы Господь ему помог, чтобы и до конца он претерпел все, сколько уже он претерпел, чтобы осталось. Бог его знает, сколько осталось, но, наверное, меньше, чем. Поэтому связи нету, я пытаюсь выйти, но пока у меня связи не получилось с ними. Я, знаете, тоже не имеет связи пока. Ну, я думаю, что жив. Если бы не было, если бы что-то случилось, бы информация все равно была бы об этом. Надо позвонить этому Александру Марьясову, который с ним общается, он чаще с ним общается. Марьясов? Да. Вот, надо будет с ним еще поговорить. Еще... Да, брат Алексей, есть слово. Хотел бы всех поблагодарить, братьев и сестер, о молитве. Мы ездили в другие страны. Те, кто молился, знают, поддержка очень сильная. Не ожидал я особо, так сказать, не ожидал от поездки от своей, потому что за плоти, здоровьем ездили, вроде бы как отдохнуть. Вот, но для меня оказалось настолько ценное, я даже не знаю, единственная поездка, которая была суперценная для меня в духовном плане. Почему? Ну, если на эту тему кто-то хочет поговорить, приходите в гости, поговорим дома, либо зовите в гости на чай. Оставайся здесь. Коротко скажу. Вот Игорь задавал, я кратенько так, вот Игорь задавал у батюшки вопрос. Батюшка так, и так от церкви. Вот поездка это, к чему он подталкивает? Игнат Тихонович правильно говорит, с одной стороны говорит, сидите, не рыпайтесь и сидите на местах. Почему? Но мы же видим, что делается, да? Я кратенько, несколько минуток, да? Ну, за мной. Видим вдруг, неожиданно, раввины говорят, все в этом мире сейчас, маршавах работает, он сейчас уже готов. Все, все, прям открытым текстом, это уже знаете, да, по телевидению, что вот он сейчас, скоро-скоро мы уже все это делаем. С другой стороны, в 2014 году референдум в Странбурге подписали все наши церкви о создании новой религии и, так сказать, отсюда последствия, тоже все это видим. Можно жить, конечно, опустить голову в песок, ничего не видеть, но невозможно, потому что время сжимается, мы видим, что происходит. И вот эта поездка для меня, особенно наши же научили, такое, схватить любого человека за грудки, ты еретик, ты не спасенный, дай-ка я тебя спасу. Так ведь мы действуем, да, по привычке. И с точки зрения еще каждая душа христианка, отсюда мы и действуем в поступке. А вот моя поездка, она вдруг для меня открыла то, что я 9 лет изучал, и знание было в стороне, валялось грудой, не рассортированное. А сейчас встало на места. Я, рассуждая на эту тему, вдруг с точки зрения Библии посмотрел на ту жизнь, как живут люди в других странах. А мы были в Камбодже, это бывшая Камбучи, там, где был 12-7 миллионов, 3 миллиона, было уничтожено людей. Средний возраст, 27 лет, были уничтожены учителя, полицейские, медицина, любая интеллигенция. И воевали мальчики 12-14 лет, что творили там полпот, это, ну, просто непостижимо, это современный геноцид настоящий. Современный коммунизм. Да, это то, что там американцы, так сказать, наслаждали, видимо, хотели опорочить, а идею коммунизма в том, в чистом виде, оградную страну делали. И в Таиланде, например, любая левая пропаганда воспринимается как крайняя форма терроризма и запрещена просто законом. Если ты начнешь, тебе просто посадят тебя. Поэтому у них коммунизм и все это дело запрещено. Я думаю, Ильна Тихонович там бы прижился. То есть, вот такое отношение. Поэтому, к чему я говорю? То, что произошло, представьте себе, 95% тайландцев, тайцы, они про себя говорят так, мы китайцев не любим. Китайцы тайцы, мы китайцев не любим, кроме своей бабушки. Но это означает, что корни, те же самые китайцы, премьер-министр китайцев. Страна очень богатая, своеобразная, 95% буддизм, 5% на все религии. Это включает христиан и все остальное. Мы с Натальей рассуждали на эту тему. Французы были, никого не обратили. В Камодже, извиняюсь, это в Камодже 95%. Буддизм, индуризм, христианство и так далее. Так вот, говоря на эту тему, начинаешь понимать, а как же спасение-то? Ребята, как же так? Глядя на них, в нравственном отношении очень важный момент. Нравственное отношение, поведенческая функция. Как человек себя ведет? Нравственный человек не всегда духовный, но духовный человек всегда высоконравственный. Это как следствие обычно. Но глядя на них, то видишь, что они очень доброжелательны. И у них нету, как у нас, батюшки грехи сдал, все. Можно творить опять. Они четко знают, что сейчас согрешил, и есть понятие о грехе. Спрашиваешь их, что такое грех? Они говорят, все, что против совести. Меня так поразило. То есть у них есть понятие о грехе. Рай, ад. Еще третье место, это земля. Ну и мистическое место у них, еще там одно течение. Очень удивило. Они говорят, это вот у нас можно сдать грехи, все списал, и опять грешишь, и все. И прощение. А у них так, независимо. Наказание неминуемо. Следствие будет от твоих причин. Что ты сделал? Вот тебе карма, и родишься либо там, либо там. Огромное количество собак, они относятся к собакам, как к тайцам. Они говорят, это бывшие пьяницы, наркоманы вот эти. И собаки не такие, как наши, которые так скидываются. Лежит собака, вот ты ее, жизнь такая. Накормишь, дашь, она тебя съест, рядом будут лежать. Ты ее не трогаешь. И не трогай меня. То есть паритет абсолютный. Совершенно спокойное к ним отношение, как к людям, к собакам. Собак очень много. Я один раз только тявкнула ночью. Не как у нас огромное количество. Но к ним отношение, как к человеку. То есть это вот кармическая вот эта вот ситуация. Я думал, а как же спасение-то? А оказывается, вне, в них дорога, путь совершенно иной. Вне Христа и вне спасения. Нет у них этого. Если ты его будешь говорить, он будет улыбаться тебе, похлопает, попричен, примит. 95% он согласится с тобой совсем. Но у него жизнь определенная вечности. Ребята, да я отвечать буду за свои поступки. О чем вы говорите? Будешь о крестивом, о чем вы говорите? Я отвечаю за свои поступки. Вот я плохо поступаю, пойду вниз. Хорошо поступаю, пойду вверх. Поэтому они не беспокоятся о этом. Я думал, а как же, когда придет Антих и все. Ребята полным комплектом, их прям вот так возьмут. И для них разницы никакой. Они спокойно примут эту печать. Это чисто материальная сторона. И вдруг стало очень ясно и понятно. Мы сделали огромное количество фотографий. Но там еще интересно в Камбодже. Есть народность Хмеры, так называемые. Древняя хмерская цивилизация, которая в 19-м году открыла. Но ее, так сказать, переписывают к 6-му веку. Но мысли у меня свои на эту тему, у меня Санкаши в этом плане не сошлись. Вот, так сказать. Ну, в общем, поездка была просто потрясающая. Перевернула все в мою жизнь. Но, я думаю, а как же по Библии, как определить место. Я нашел очень быстро. Пророк Исаик, все, 3-я глава, это 11-й, точнее 12-й стих, но можно и 11-й. Там, где начинается с места на подвиг души своей, будешь смотреть. И так далее. Там два стиха прочитайте и все поймете. Как бы вот так, благодарны вам за все. Слава Богу, слава Христу. Слава Богу. Аллилуйя. Еще у кого? Пляж не замечали. Слава. По-моему, мы не были. Мы ездили. Слишком много было. У кого есть слово, братья и сестры? Играйте, хочу вам слово. У нас впереди, через две недели, памятная дата. Ровно 20 лет, как мы совершили здесь первую литургию. Были на литургии. 14-го, первое воскресенье. Так, две недели осталось. Очень удачно, что батюшка будет здесь. Обычно никогда не бывает, когда что-то у нас там, то по сайту, то еще что-то собираемся. Не попадайте. Через две недели приезжает. Просьба ко всем. Выберите время. Ну, хотя бы полчаса. Сядьте и подумайте, что вам дала вот эта площадь, что у нас. Вот это здание и все, что у нас здесь есть. Мысленно так посмотрите вокруг. И какое ты участие принял в том, что здесь есть. И дорого тебе это или нет. И если у вас есть знакомые, которые у нас тут были в общине, вышли. Звони там или как-то скажите им, что у нас намечается день благодарности Богу за то, что мы имеем. Мы бы мы очень сильно маялись, собирались там, квартиры снимали там. И рядом жили предприниматели. У них там в подвале, помните, как было. Что они здесь принесли? Есть такие, как Люба Яговитина. Она такая щедрая была, а ее нету. Созвонитесь, чтобы она пришла, чтобы мы открыто ее поблагодарили. Не положено звать к себе, но поблагодарить на это можно. Это не в общем назовем. Вот тут шторки, куда не повернешься. Так, Николай. Политенович. Я, Федор. Надежда Ивановича, чтобы обязательно была здесь. Потому что куда ни глянешь, ее труд. Художественные слова. Везде подписи ее. Понимаете, мы должны собраться вместе, едиными, и сами прославить Господа. А кроме того, вспомним, как это было. Я прошу брата Севастьяна помочь мне выйти на Параскуна Юрия Федоровича, прокурора края. Генерал-лейтенант был. Он здесь очень большую роль сыграл. Нету, погиб мэр города Баварин. Он сильно помог. Там фотографии висят. Я позвоню корреспондентам, которые нас снимали здесь с Бавариным. Это Балабоев Александр Павлович, там Каспришин. То есть люди, которые помогали как-то продвинуть наше дело. Потому что дома эти, как с неба Бог дал. 11 лет у меня шел суд, когда я был реабилитирован, как политзаключенный. И ничего не сбегалось. И вдруг там какая-то Амелина, президент Верховного суда СССР. И она развернула все дела назад. Я тогда пошел. Председатель краевого суда Пашков был, Виктор Иванович. Звание генерал-майор у него. И он говорит по гражданским делам, что президиум занимался. Ну он уже перед пенсией был. Ни разу не был. Но они занимаются. Это уже Верховный суд РСССР, СССР. И везде еще президиум. И вдруг это последняя инстанция. За ней ничего уже нет. И чтобы гражданское дело вернули назад, я такого и не помню. Это молитва Бога. Благодать. И так Бог сделал, что мы здесь как будто всегда и были. Просьба, приготовьте, сестры, приготовьте, чтобы обед был, ну все как у нас положено. Через две недели, с 17-го. И еще. Я основное время провожу ежедневно 14-16 часов в интернете. Просто это вообразить нельзя. Но я встаю, вот сегодня я встал в 15 минут первого. Все. Я пока к утру встаю в 4.40. Я полностью почту еще не успеваю разобрать. Столько новых душ. Вот. Переписывались. Он еврей. И сейчас выставил в интернете, как он принимает крещение в монастыре Марии Магдалины на Ильонской горе. Понимаете, человек ничего не знал. Он выписал книги и пришел вместе с отцом. Другой татарин там, азербайджанец. Это новые люди абсолютно. И вот она, как она забрела, не знаю. Она казашка. А была в этих свидетелях сторожевой башни. Свети Ильюкова называют. Оттуда выбраться практически невозможно. Это хуже плена. И она просчитала, ее Господь коснулся. И она летом приняла крещение. Она Рахман, кажется, там ей залито. А теперь она Рахиль. Дочка с ней вместе покрестилась. Реветка. Два внука. Марк и Рафаил. И она все билась приехать. Я говорю, никак. И она приедет. 17-е было здесь. Уже билет купила. Райхан ее звали. Райхан. А теперь она Рахиль. Ну, приготовьтесь. Тут с ней будет беседа. Вы можете задавать вопросы. Это мы почти день открытых дверей. Которые люди у нас были и ушли. У нас батюшка будет здесь. Скажите, во сколько прийти сами назначить? Кому надо на богослужение? Минут хотя бы за 20 до 8. А так это, ну, прийти хотя бы до 9. Я достучался до вас? Да. Сказать, какие нужны у нас сейчас здесь? Так вот, по-широкому. Никакой. Нам нужны были дрова. И никак. И вот Бог делает так. Приехал Роман, малыш. И он заказывает КАМАЗ с прицепом. Накупил для строительства. Там пенопласт, кровельное железо, большие баки такие. Вот большие баки для воды. Как раз занимает почти всю. Заплатил 12 тысяч. Я говорю, тогда обратно я беру 6 тысяч. Мне обошлось 6 тысяч. И когда мы дали объявление, что вывалили здесь, ну, солидная куча. Вот сейчас пойдете, посмотрите. Но мы вложили как надо ее. Я провел расчет 20 кубометров и еще полкубометра. 20. Ну, теперь сами считайте. Кубометр в Барнауле привезти 1300-1500. Вот, 36 тысяч. А я давал 6. Ну, разница же есть. Это Господь сделал так. Я бился, звонил, у которого техника есть. Женя Долгов. Рядом фермер. У него 7600 гектар. И нынче там 400 гектар пшени, если под снег ушло. Ну, погода не позволяла. И машин нету. Они вывозят и возят сейчас у него урожай. И вдруг вот так получилось. Неожиданно. И мы сложили, и пришли люди. Кто-то всегда откликается, кто-то никогда. Но каждому свое. Но, когда работают вместе, вот, очень неприятно. Вот, допустим, мы носилки несли двое, и один бросил носилки. А носить-то надо. Ну, я пошел. А куда? А мне корову давить надо. Ну, ты подводишь потом. Нет. А у меня гости приехали. Я говорю, какие причины там. Это в деревне Потеряевке у нас так было. Вот глину, ведрами носим, месим там. Долбить надо. Людей много. Бац, двое уходят. И третий потянулся. Удержать почти невозможно. Но я уже был. Это уже не назовешь никак. Как предательство. Пока еще в малом масштабе. И за этими людьми дальше потянется целый след. Это не просто так. Бросил тебя на полпути. Я не для вас делаю. Я для Бога делаю это. Перед Богом. А теперь для вас. Я же уехал в пруды-то вам. Дороги вам. Мы не живем там. Эти-то блаженные, говорят, с ним двое. Никита да Володя. Работают. Это бесплатно. Позапрошлым году и тот год. Я только за два года в Потеряевке оставил. Больше миллиона. Ну понимаете, нет. В интернете, когда что-то говорят, я говорю, подумайте, Максим Степаненко. В землю зарыли, а вы говорите в гуру. И ни одного человека нигде нет. У гуру это не делает. Гуру, гуру. Больше миллиона. Нынче поменьше у меня. Всего-то 250 тысяч я заложил. При пенсии 6500. Но ясно дело, что не мое. И вот это все подгоняю ко второму. Потому что дрова были сюда привезены. Пришли кто-то раньше времени. Ну мы остаемся одни совсем уже, нам трудно. Неважно. Я не могу научить, и причин очень много. А причиной остается ответственность. Ты оставляешь меня одного с этой кучей. Что я буду делать? Было такое, луна, мы продолжаем работать. Снег валит, а почему? Ну, холодно, я ушел. Значит, у него холодно, а мне не холодно. Я прихожу, не могу ни ноги оттереть, ничего. Ну какая кровь-то лягушащая течет. Застывшая. Это немножко. Если бы были взрослые дети, пригласите их сюда, чтобы дверя хотя бы встали. Я им кое-что скажу. Это 17 декабря, воскресенье, просьба. Как-то у нас были в общине, ушли позвонить. Есть люди, которые по-прежнему расположены от Кубайкина Галина Ивановна. Она мне звонила. Она тут о Михаиле так заботилась. И столько разговора. Ну, по-хорошему. И вот эти вот газеты, это все там привезли. У нее было что? Евангелие вернули. Дружительный голос и прочее. Так. Где они, дети-то? Нет? Разбежались на руках. Качаются. Так. Больше никого нет. Вот, родители, вы когда с детьми дома занимаетесь, вы маленько детям приводите пример из интернета. Я вам скажу, какой ролик заложить. Хор еврейских мальчиков. По-русски, заведите. И они поют там. Сначала начинается так. Мальчик сидит лет 10 дома. Сидит, видно, считает он там или Тору, что сидит один, так задумался маленько. В другой комнате дед сидит. Тоже считает божественным. Он встал в Иерусалим. Там большой такой с иллюстрация межурная. Ну, книга. Он ее. Дед идет к нему в другую комнату. Что-то там берет, как шоколад такой широкий. Что ты не знаешь. Но это мы тайно входим, как бы, ну, оно не тайно уже теперь. Посмотреть, как люди живут. Дед заходит. А что ты считаешь-то? Видно, что считает. Он обнял его. И он деда обнял. Ну, это артист не может делать. Это действительно так. И когда они поговорили, тут что-то немножко. Дед выносит, там, за рукой держал. И он, как такая, как книжка, но только потоньше, ну, маленько так. А что деда, видно, головой-то машет. И раскрывает. И что вы думаете там? Это не шоколадка. Там счета лежат. То есть он, внук, мгновенно сделался миллионером. Это я уже знаю, что дальше. То есть дед, прадед, копили, чтобы... Не так, у нас с армией войдет, еще год ходят в шинели. Не во что переодеться. У него цель. И теперь они вместе сидят. И он деда обнял. Себя не помнит. Деда, мне это он. Тебе, тебе. И сам не перестает улыбаться. Оба вермолках сидят. Дальше они идут. А в это время фон показан. Мальчики поют там собранное. Поют псалом. Но я не могу сказать, что мне не надо. Поют, конечно, по-еврейски. И дальше они идут в стене плаща. Что они видят? Они плащут, стоят на стене плаща. Разрушенный Русалим. Он показывает ему. Это город наш. Он не говорит. Не слышно. Но я знаю, что он говорит. Это наш храм. Тут мечеть стоит. Когда же Бог вернет нас? Когда этот плен кончится? Он говорит ему. Дальше они идут вместе. Это всего может быть 6 минут. Посмотрите. Когда дети так вот сидели отдельно. Занимались Словом Божьим. А вы зашли. Обняли и продолжили то, что они считают. Посещение. 6,5 миллионов. Посещаемость ролика. Другое. 114 мальчиков я насчитал. Все одинаково одеты. И они поют, прославляют Бога за ангелов. Я тоже написал в Израиль. Я говорю, дайте мне содержание. Что они поют-то там? Ну, поют. Это надо услышать. И там просто, найдите, они в белом как бы стоят. Белые на них. Прямо если этот ролик выйдет, там второй видно сбоку покажется. Там тоже миллионов 5 посещаемость. И они поют, что Господь, Ты дал нам ангелов. Ты благословенный вовеки. Аллилуйя. И ангелы нас хранят. Ты, Боже, благословен за ангелов. Аллилуйя. Это хор. 114 мальчиков. И все это они так этажами стоят. И дальше. Эти ангелы пришли со мной. Они радуют меня сегодня. Это Ты сделал великий всемогущий Бог. Аллилуйя. Это хор. Хор. И дальше. И ангелы уходят. А я благодарю Тебя, Господи, что хоть коротко были они здесь. Вот это уже вечером я написал. Утром получил ответ. Как переводить эти. Что они поют? Мне охота знать. Я просто говорю, чем я занимаюсь. И вот детям. Вы когда говорите с детьми, напоминайте им о главном, что сегодня в мире есть и что нам не надо знать. Вот был такой Федор Гасс, немецкий здесь врач был. Он известен во всем мире. И он помогал заключенным русским. Его даже немцам назвать трудно. Он русский. Он надевает кандалы и узнает, в день проходит 30 километров, допустим, или 20. Он полностью надевает кандалы и ходит пока пройти. Что люди чувствуют? И тогда обращается к властям. Ну, посмотрите, железный стержень, а на него цепи надеты, и люди как собаки привязаны идут. Разве же можно так? Было такое его... Он как-то шел, и бандиты там остановили, шубу-то снимали. А кто-то подошел. Это доктор. Тут же на него шубу домой на руках буквально завесли. Вот что. И он когда говорил детям, говорил, главное это возлюби Господа Бога твоего. Творца, который все это дал тебе. Он очень убедительно говорил. Доктор Гаас, кажется, его приеменно, значит, теперь второе. В каждом мы должны увидеть отображение Христа. И последний мизинчик загибал и говорил, что? Не лги, никогда не лги. Ни одного слова не говори, ни родителям, ни в школе. Не лги. Ты понял меня, Ваня? Не лги. Ты поняла меня, Ксюша? Не лги. Тарасик понял? Еще раз по мизинчику постучите ему. Не лги. Он конкретно каждому говорил. И вот я об этом хотел сказать. Приближается время, когда дьявол будет развязан. Написано на короткое время. Он есть отец лжи. И этой ложи сейчас он покрывает все везде. Секты под именем дезинаминации конфессии. А там секты. Ересь. Эта ересь прикрылась такими словами. И что люди говорят, ты во свете Библии рассмотри, как это будет выглядеть. Ложь непрерывная всюду и везде. Ну, я так подумал. Человек... Я сейчас буду говорить, чтобы не догадывались. Ничего. В некоем царстве, в некотором государстве был человек в зрелых лет. И он говорит, а земля не шар. Она плоская, как тарелка. Это вас обманули. Это уже дух вошел внутрь. И за этим это не просто так. Он когда это сказал, я говорю, ну, весь мир, в школе учатся сейчас, в данный момент, 2 миллиарда людей. И 2 миллиарда детей учат только так. Это уже доказано. Облетели космонавты. Нет, космонавты есть, но никто не летал. На этом не останавливается. А вот там Славик есть, 10-летний ребенок. Он такие пророщицы, щеботкирские там едут. Патриархия назначила комиссию. Пришли, что маменьки эти книжки все эти пересчитали. Эта мать раскрутку делает. Сами канонизировали, сами молятся. С могилы там камушки растаскивают. Он ничего не знал. Под землей динозавры, они выйдут, людей будут гладать. Ребенок 10-летний. И Патриархия назначила комиссию специально. И все, проверили, ничего не сходится, один обман. Но это не все. Герман Стерлигов, а он вот так. Это человек, который награбил в буквальном смысле миллиарды и вовремя увернул. И вот он только бездрожжевой хлеб. И один кирпич подойдет за 700 рублей. Каждый кирпич хлеба. В церкви все, в Патриархии, это ересь. Там спасения нет. Зарубежная церковь ересь. Сарабрящестая ересь, по которой католиков не надо говорить. Но есть один епископ, но я сказать не могу, где он. Он не может сказать. А он его знает. И спасается один только Герман. То есть мошенник, разрушитель. Но и к нему едут толпами люди. И что-то они взяли. Еще они взяли, кроме лжи ничего. Это распространитель лжи, заразы. Это по сегодняшний день. Это в некотором царстве, в некотором государстве. Я думал, а чем же это кончится? Но я стал молиться. И вы помните, было такое. Царь Ахав, когда пришел там, с товарищем решили идти. Нет, на Ромов Галатский. И все вокруг говорят, иди. Иди, победа будет за нами. Иди, Гитлер, иди. Дойдешь до Москвы, и все наше будет. Не будет. Хребет переломят здесь. Еще сибиряки не воевали с тобой. Они тебя отбросят. И здесь, а царь-то, иудейский-то, задумался и говорит, это все? Может, у тебя политработники другие есть? Он говорит, есть один пророк, я его даже не позвал сегодня. Я не люблю его. А почему? Он обо мне ни разу хорошего не сказал. Если бы он сказал, правда не сказал. Посыльный, посыльный, весь в эйфории победы. Победа будет. Прибежали. Идет. Знаешь, ты бы сказал, как все. Он говорит, что скажет Бог мой Иегова, то я скажу. И он сказал, я видел духа лжи, который вошел в уста вот этих сотен, тысяч пророков. И они вам говорят, в это сибиряки, подошел в это время и ударил по щеке. Это по какой же дороге он от меня вошел в дух-то Божий, чтобы тебе говорить? А вот из комнаты в комнату бегать будешь искать убежище, тогда ты узнаешь. Это сегодня даже, это дух лжи вошел. Это речь не о земле. Мне лучше земля бы плоской была. На шаре-то как устоять? Ну все равно споткнешься. И вода прольется быстрее. Но за этим стоит другое. Дальше они дошли до точки. Этот человек даже мне близкий. Я не ожидал так быстро, такое будет разложение. В церковь ходить нельзя. Потому что патриарх еретик и сатанист. Прости меня Господи, я повторяю эти слова. То есть сатана полностью взял уста человека. И это не все. Что если к нам будет приезжать митрополит, я в храм ходить не буду. При нем, когда он здесь. Это точка. Последняя, это петля на шею. Когда он увидит человека, он понимает, столько сделанных, дальше он что-то с собой сделает. Я уже не один раз это видел. Ты не думаешь, что просто тебе земля такая, неправильно таблица Меделеева, он не придумал ее. То есть за этим идет вереница лжи. Вот люди едут отдыхать. Куда едут? В Горный Алтай. Зачем? Я сколько раз говорил. Это самая сильная, большая дыра преисподней. Связь с космическими силами. Едут рериховцы все, я их встречал на вокзале. Здесь, в Горный Алтай. В Таиланд. Зачем ехать? Я сколько раз говорил. И вот когда случилось миллион двести тысяч с мыла водой. Это было грандиознейшее событие. Показывают по интернету. И в это время выступает патриарх Алексей Второй, от кого я совсем не ожидал. И он говорит, весь разврат. Все педопилы, все пидорасы, все туда съезжаются. И волна смыла эту мерзость. Тайская медицина, тайский массаж. Ну какой массаж? Бери, да дави. Я зарядил. Так нет. Она не так делает. Она рукой ведет, а сама голая, чтобы сиськи у ней по спине возились. Чем она массирует-то? Я только один момент посмотрел, закрыл. Нет. Это другое место совсем. Как будто бы. Это ложь. И нам идти только с благовестием необходимо. Или есть оно, или нет. Если одна ложь вошла, я в Библии не считаю, что дух лжи вышел из них. Он не выходит. Это должна быть интимная встреча со Христом. Это молитва и пост. Когда люди не знают Бога, кажется, а что он знает-то? Если он не знает, то возьмите Иванова обливали с холодной водой. Но он пост назначает субботы вечером два дня. То есть церковь говорит, 69-е апостольское правило. Суббота, воскресенье нет поста. Он, старик, пару слов не может связать, но он точно знает, почему тут дух лжи. Ну почему не постился в среду, в пятницу, когда уже посты были бы? Нет. И плевать на землю нельзя. Это энергетика связана. Да Христос плюнул, он взял, помазал и исцелел. Что бы лжать это? Смотря какая слюна. Наши слюна плюнь, так может быть, глаза выжжешь слюной-то. Я сказал один раз, это где-то в неком садсе, в некотором государстве. Конечно, это страшно слышать. Я хочу сказать еще и о том, что какое-то мы переживаем особое время. Представьте, как у нас были, какие отношения с патриархией здесь. Епископ и священник, и вдруг Господь дает сюда епископа, ставшего вдруг метрополитом. Мы об этом молились. Сергий Иванников. Все клеветы, все прекратилось, как будто никогда не было. Он все закрыл. И когда в момент народной линии запросили характеристику, он дал такую характеристику, я бы сам себе так даже не сказал. И все это с печатью, все это с подписью. Когда на лагерь нападали. Ну, вы знаете, которые приезжают. Если этот метрополит нам приезжает, а я туда и не пойду. Я считаю, это уже святотатство и богохульство. Но, кто еще до этой точки не дошел, он обязательно дойдет. А что за этим, я не знаю. Я знаю, в конце петля Иуды. Он пошел лгать, и этим кончится. Это неостановимый процесс разложения. Изнутри идет. Если патриарх Алексей Второй это увидел, то нам, почему бы не увидеть, когда терять нечего уже. Вы знаете, событие на неделе было какое. Вчера оно закончилось. Сегодня у нас третье. Да. Третье. Украинский патриарх Дроздов Пиларет попросил канонического общения, чтобы простили друг другу обиды. Чтобы поверили ему, мало. Но патриархия сразу назначила комиссию, кажется, четыре митрополита украинских, которые там во главе, митрополит Иларион Алфеев. И секретарь там Балашов Николай, он доктор богословия, он в моем деле принимал участие. В прокуратуре везде ходатайствовал, когда я сидел. Это люди, но очень близкие. То есть, все это приветствуют. Но люди боятся, а что же за этим стоит, чего он конкретно просит. А вы как? Никак. С Украины сразу мне пошли известия. Молитесь, молитесь, мы уже устали от этого. За этим пошла что? Он в Пиларет ездил оружие просить в Америку. Православная на православных. Ложь одна не бывает. Это вереница. Почему? Дьявол принимает вид ангела света. Зачем тебе идти против течения? Тебя смоют, как Игнать Беричина говорил. Вот сегодня мы считали, иногда скажу, что говорят, я Библию считаю все время. Как ты считаешь? Чтение это не множество слов, а размышления, проникновения и сравнить с жизнью и со своей. Как? Погоди, Саня, ты как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступаете. И вы с ними. Лука 8, 31. Так. Или 6 там? 6. 6. Вот. Запомни это, пошел и... А ты поступал с кем-то так? У тебя люди работают, на полпути бросили и ушел. Ладно ли это будет? Люди, которые были здесь и не заметил, которые ушли, причины были какие-то. Но причины на этом не остановились. Они стали поносить все, что здесь имели. И Бог отнял веру. Вы вспомните Муравлева и Игоря. Дети выросли неверующие. Это ни один, ни два. Если мы этого не видим, то нам говорить больше даже не о чем. Дом нас объединяет. У нас было недовольство дома. Одна ушла сестра, потому что нет теплого туалета. Все иметь, питаться здесь, принять крещение, причащаться ищащей Господней и поменять на туалет. Это не просто помешательство. Да когда кто знал туалет? В России вся была в храмах. Вся. Это ни один, ни два. 57 тысяч храмов и ни одного теплого туалета. Никто и не знал этого. Ощестных сооружений вообще не было. А как? Ну как всегда, как на улице было. Как дед Щукарь говорит, среди подсолнушка, чтобы обдувало. И теперь у них, у этих, которые себя измыслили такими великими, борьба идет за ИНН. Чтобы не принимали ИНН. Ни под каким видом. Если ИНН есть, значит начертания уже есть, ты продан. И увидели тогда на аэродроме, в аэропорту бывает, сейчас пропускают, ну такие, высокого уровня. И приставляют колбу какую-то, что-то там, они знают. А если щелкают, то щелку убери, чтобы на голый лопта. Все, печать поставили. А когда разобрались, температуру меряешь, чтобы больной дома долечивался. Определитель температуры, там вообще ничего нету. Тем более об ИНН. Патриархия, там уже такой веский доводал. Это свобода. Вот мне сильно это нравится. Она не влияет ни туда, ни сюда. Ну можешь упрись, как отец Кирилл Сахаров. Он единственный храм на Берсеневке, как аллахрама Христа Спасителя, не принявший ИНН. Себастьян, тебя спрошу, у нас ИНН есть или нет? Узнать. Можно я применю? Любой организации ИНН присваивается автоматически. Ну вот и все. С момента регистрации. А мы давно, буквально, уже с начертанием Антихриста, а все еще молимся Христу. Да понимаете, за этим куда идут? Да не только организация, у физических лиц тоже. Понимаете? Не может быть начертания раньше Антихриста, когда его нету. Он будет ставить под его руководством. И это будет только через письменное или какое-то отречение от Христа. Я не верю в Христа. Я не верю, что он умер. Я не верю, что он воскрес. Примерно вот такое. Ну, коротко будет. Вот как будет. А сегодня можно свалить человека. Раньше был вор. Его каленым железом прижигали вор. И нельзя было ни смыть, ничего. Тут тавро было. Тавро. Ну, допустим, мужеложник, скотоложник. Они были. Каноны говорят. Их дальше отправляли в подземелье. Тачки возить к выходу. На выход уже солнца больше они не видели. А тут менее осуждены. Они тачки вытаскивали с углем, с рудой. Чем? Тавро. Когда Антихрист сделает, его не смыть, ничего не будет. И покаяния людям не будет. Бояться надо. И не надо бояться. Надо бояться греха. Бояться себя. Думать. Вот прелесть. Гордость. А сегодня священники вот пишут. Я, говорит, такие грехи делал. Пришел уже после крещения. Допускает до причастия. Я, говорит, чувствую, что-то не то. Причастился в душе. Такая горесть. Вспомни, я на Златоуста. Он, говорит, если эпитемию не налагает, сколько положено. Гибнет из священника, кого причащает. А что тебе непонятно? Ну, канону у нас есть 719 правил. 413 правил ежедневно, умышленно, во всех храмах нарушаются. Торговлю уберите. Не убрать. Христос ни за что не наказывал, кроме как торговли. Не убрать. А как вы убрали? Святая Десятина. Ну, так о Святой Десятине вашей в Новом Завете ничего не сказано. Действительно не сказано. А зачем говорить, когда так понятно? Господь говорил о том, чего не было известно. А как? Слушай внимательно. Ян Атаус говорит. То, что ты делал. Ты сам сделал или Бог помог? Ну, мы привыкли. С Богом. Бог помощь тебе. Бог. Ну, а много или немного Бог участвовал? Ну, по порядку. Ты родился. У тебя натянутые жилы. Сколько нервных, нервных окончаний в одном человеке чуть ли не вокруг земного шара хватило бы перевести. Жилы кто натянул? Сухожилия, что кости не рассыпаются. Кто дал глаза, уши, руки, пальчики? Кто? Сто процентов Божьи. Так, сто процентов. Дальше. Земля, по которой ходишь, она была в Ветхом Новом Завете. Сто процентов. Вода, которой ты пьешь. Пищемся от кого? Сто процентов. Тебе только надо было толкнуть туда, в землю, и выкопать, пополоть. Все. Так, Бог требует от тебя не и все, а только одну десятину. И это моя. Я, говорит, приложил как у счастника. И он зато говорит, примите его. В Ветхом Завете так же было. Отношения с Богом не изменились. Бог свят, мы грешники. И поэтому, если ты не платишь десятину, ты будешь обязательно воровать. И не у кого-то, а у Бога. Ну, допустим, ты раздавал что-то свое, а там оказалась моя книга. Я говорю, верни ее мне. Ты не возвращаешь его вор. Это закон, моя книга. Бог говорит, меня обкрадывайте. Что тут непонятно-то, толковать-то? Вы меня обкрадываете. Не людей, которым не дали. Не себя, что лишнюю десятину на себя отдали. Семья там, дети. Нет, меня, это моя. Вы не имеете права к ней прикасаться. Верните ее в храм. Верните нуждающимся. Книга Тавита, 1 глава, 6-й, 8-й стих. Он говорит, братья мои отступили, а я, бабки своей, Деворы, наказ соблюдал. Ходил в храм в Иерусалим. Я ходил и приносил жертву. Десятину от начатков надо было, овощи там все. Вторую десятину я продавал, чтобы было милостью назвать. Третью десятину. Третью, кому нуждалось еще дальше. Повторяю, определенно, родственники или кому-то поднять. Вот и все, три. Мы ездили, Юлия, не знаю, здесь она, вон, где она у нее. Но знают, мы тут к одному ездили. Человеку, он у них считается пресвитер, по-сектантски. Она сидит, 9 ребятишек у нее. 9. И десятого ждет. И он говорит, я плащу все время 5 десятин. Да какой архиерей у нас 5 десятин будет платить? Кто? Кукушкин. Игорь. Я назову его. Понимаете? Мне даже говорит, даже страшно. Он очень внимательный. Я не знаю сейчас какое. Мы говорили, так мы за стол селем, он перекрестился. Понимаете? Вот поднимаемся, три ступеньки. Дальше идет первый этаж, а потом спускается подвал, где Евангелие. Вам сколько надо? Я говорю, ну, мы бы взяли так тысяч пять хотя бы, это значит ящиками. И он пока мы шли, три ступеньки вниз. Он обернулся, и вам сколько надо? На меня посмотрел, хоть все заберите. Я говорю, как так? Вот знаете, три ступеньки пока дошли, Господь сделал что-то с ним. А повернулся и говорит, а вы знаете, я Библию знаю, я считал, я все время просил Бога, покажи мне, где пророчество. Я увидел живого пророка. Какой пророк? Тут одну букву отбросили, получится порок. И Господь позволил нам у него ночевать. Мы загрузили машину, говорит, три сора в обратную сторону гнулись. И здесь раздали. Тридцать тысяч Евангелия только раздали. Это Бог делает чудо. Почему мы поехали все молились? Я рассказываю попутно. Ложь туда не вхожая. Если ты один раз запустил ложь в малом где-то, тебе доказывать уже ничего не надо. Теперь только молись об одном, постом и молитвой изгоняется сию в рот. Доказательство абсолютно бесполезное. Приводят что угодно на помощь. Вот сегодня мы слышали, у человека был большой урожай. Я не знаю, что делать. И он подумал, у нас сегодня и притча выглядела была так. Вырос большой урожай в Сибири. И непогода собрать не дает. И что ты будешь делать? То есть эта притча у нас в Сибири по-другому выглядит. Не просто там, где у него жительницы. Здесь жительницы будут пустые. Ты вложил горющее, и проще тебе взять. Ничего нельзя обратно. Это все погибнет. Вот в этих условиях что ты должен сказать? Господи, я не возрабщу. Если можно, помоги мне, я еще раз буду сеять. И следующий год снова. Ну, семь лет. Знаете, семь коров-то было. Если бы на второй год не стал в Египте кто-то сеять, ну, никогда бы себе весь люд выиграл бы. Даже при неудаче, пал, вставай, иди, златоуст, говорит. Этим побуждаю тебя не без покаянности, а к покаянию зову. На сегодня то, что мы услышали, если только мы приняли близко, поблагодарим Бога, чтобы Господь помог мне донести вот это поприще в интернете. Сколько новых душ, при том других национальностей, сектанты. Удивительно, я говорю, ролик был, мы еще ехали дорогой. В Великобритании, баптисты стоят, крестятся. Господи, благослови миссию Игнатия. И рядом дети. Кому говоришь, даже не верят. Но ролик-то стоит, его можно посмотреть. И не встречались, самое-то главное, не встречались. Второе. Бог нам дает по милости такого митрополита, что при нем наше объявление на лагерь. В прошлом году висело в Покровском соборе на дверях. А до этого посылали, по всех столбов срывали, ходили, писали ересь или как-то. Как это так получилось? Бог услышал нашу молитву, поэтому хранить надо это. И молиться, чтобы Господь митрополита нам еще поддержал здесь. А как будет дальше, чем это все закончится, только один Бог знает. Значит, с детьми по заботе, чтобы не лгали. Нам, чтобы малейшую ложь, ложь не допускать. Если ты ничего не принимаешь, подумай, где это есть. Обычно как? Человек меняет. Я не знал. Ой, я не знал. Обозвал, все, подбеленное. Да, первого священника поносишь. Нет, а это патриарха страшными словами понужают. Ну, и годится это. Вот заметьте, Герман Стерлигов торгует хлеб бездрожжевой. Ну и сразу бросит бездрожжевой. Он говорит, нет. Он на этом не остановится. Он говорит, пшеница должна быть выращена там самим или как, откуда брать. Эта мука, она уже зараженная. Ты купили тогда, где-то там счастье хмелит. И к нему, дескать, ну мы так же. Э, нет, соль должна быть особая. Какая? А это она добывается только в глубинных шахтах. Но никто не знает, только я знаю где. Ну, знаете, есть такой разговор такой маленький. Мужик хотел быть богатым. Я отдельно учил его. У тебя в туалете дерьма хватает он, да. В горшок и запечатай. На печку поставь, шубой укутай. И когда ты будешь его открывать, проверять, чтобы оно в золото превратилось. Не думай о шкуре убитого белого медведя. Давай повторим. Не думать о шкуре убитого белого медведя. Все. Мужик пропарил всю комнату. Брать медведь всплывает. Его бы не сказали, не знали. У лжецов точно так. И нын-нен. Я в чем бы ни говорил, то перекрывает. О чем бы ни говорили, будет земля плоская, ты убейся, ничего не докажешь. Я прошу, если вам встретятся люди, ничего им не доказывайте. Вам не доказать. Это недоказуемо. Я знаю одно только доказательство, то, что земля не плоская. Это застывший Байкал туда приехать, от берега 5 километров расстелить. Квадрат красный. И его видно. Оттащил 10 метров, его не видно. Если поднимешься тут на стул, тогда его видно. Это говорит о том, что на этом уровне горд земли закрывает. 4,5 километра. Все. И при росте твое 1,65 метра, как Володя. А если выше, тогда ты подальше. Еще 20 метров надо оттащить. Других доказательств практически можно не доказывать. Я говорю, а на море как? Появляется сначала мачта. Да как это бинокль? Тем более бинокль корабль бы увидел. Одна мачта. Наконец появляется весь корабль. Он за горизонтом. Ну и увидят там полста километров. Богу нашему слава. Так это я хотел сказать, что эти, которые носилки бросили, это мы. Ну мама моя, отец и я. Мы еще с вечера договорились. Володя узнал, что он едет с дровами. Мама напросилась. Я хотел один приехать. Мама напросилась помогать. Ну и отец тоже попросился. Поэтому каяться нам совершенно не в чем. Что с молитвой сделали. Все. Еще занятия после песнопения, трапеза и занятия. Благодарим Бога. Достойная стекла истину, блажите Тя, Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения с Серафим. Без истинения Бога слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних распред беззакония, которые в тайне. Останови делающих зло. Просвети, правители страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавшие Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Тебя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небережении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов в опия, а в Вовочи. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебя хвала, слава, чести, поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Николай, не забудь. Аминь. 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 Ну, если от Вас идти по черепе. Аминь. 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 Спасибо.